Глава третья, часть вторая. Чтобы высказать нечто дельное, вовсе глупцы и не обязательно прежде принять яду. Ну что вы за фомы неверующие? Все. Бу-бу-бу, да бу-бу-бу, бывает. Бывает такая неизлишняя счастливая случайность, всегда слепо тащась на коротком поводке выгула на ветер за персональной вифлеемской звездою. Извините, чуть не вырвалась рифма. Вдруг опаздываешь на посадку в скоростной поезд, стрелу жизни-смерти. И это обстоятельство чаще всего веселит сердце, что не ты, а другой. Какой бы сякой немазанный свиной год не выдался. Вон, а! Уже и Пасха пересыхована позади. Откакались куличами. Хорошо пронесло нас. А пошли ангелы, убивцы стороною. Проскочили малую малость вперед. Вот и сейчас стою с толпом безучастной, бесплодной, веропотерянным куличиком, а Сириса на пустевшем перроне с традиционными крашеными яйцами на выкат. А я, скажем, к теме еще, уху-ху какой, не сглазить бы. Жалко, конечно, что поспешать незачем и некуда, что длинноногая блондинка-секретарша не назначила в моем Матрея-Тауле симпосии с каким-нибудь демократом-сократом, где мы могли бы пиршественно возлечь и предаться по стариковским сплетням о растлении молодежи и в видении нового божества и спит на брудершафт элитного первоклассного яду. Эх, омылеть бы сейчас нежиться в густой тени греческой смоковницы. Ох, подвычерные, изящные, искусительные змейки-стройки, льма-мудрые, стекающие из собственных горловин, словно натреснутых, а еще стойки-хамфор над гроби двух прожженных жизнью мужей. И никто, никакая скотина, никакой, блядь, никакой свинтус не потревожит, не замутит родники в запредельном для драков философическом раю. А поглядите-ка, мы уже в опьянении беседы подменили принадлежность исторических именных чаш Сократа и Будды, осушили до отбитого дна и по непослушным, сухшим себе нам упокоительным холодком с сонными длительностью к нам подкрадывается заторможенное забвение, способствуя пошаговому наблюдению отхода в мир иной. Э-э-э, не этой ли закамуфлированной геронтологической наукой, мои невольные приверженцы суицида, мы занимаемся всю свою несуразную жизнь. И я в недалеких от правды фантазиях замечаю, что даже извечно ворчливая супружница моего нового друга Ксантипа нас не корит за чрезмерное употребление напитками, не вертит по обыкновению у виска и даже по-женски нисколько не винит Сократа за отравленную им жизнь. О, Боже мой! И суперзнаменитый в веках чертенок Сократовский демон с пущей растерянностью нечистой силы не унюхает никак, за что агонизирующий ухватиться хвостом соломку спасительной лжи, где подстелить и, наконец, вас пророчествовать с важным видом. Нечто сносное хозяину анушку. Прекислое житие питье под развесистой клюквой обмана. Ой, ошибочно напоминает сладкую вату смоковницы, а мировой околесный мордоворот отнюдь нечеловеческие черты. Да что там? Ут! Удел существования это небрежно недопитый яд Люцифера Шивы. Ох! Сколь безотрадно смертоносные пары космической безысходности мутят сумасшедший разум дух бесноватый. Отвращают отвращают Вижу Как лаврушки заслуг на венцах славы Жухнут в гербарии Как по осени опотают Сократ доста чтимый Сто крат почитаемый вере Димона со мною единый Так я сказал Не он ли чертяка на ересь на бунт на земле подбивал когда лишь за зло эту ложь ротовал касаемый тела и в унижении В уничтожении видел для бренных спасение Считаю признать божеством благодетеля нашего и фотки и излишни сверять Эй диты не кисло А могут ли лимфы чего-то скрывать когда их в кустах окружили в периоде течки сатиры Хе-хе-хе-хе-хе смеется в ответ Не до свет Люцифер не допил Не уважил Начал Не оставил Был в праве Зато Хмельной чаши Яд подсластил Подукрасил Заквасил Что капучино Пены Сердечком Бухой Афродиты Крылатые Боги Олимпа Отнюдь Не впредья И я до того с этими И ротокосмогоническими завещаниями зафонтанировал грезами Что уже заочно сказочно ударился Озим и обернулся небесным лебедем и намечтал нам леду секретутку посвешающую уже с душистым сердюшестым капучино А вам уважаемый с сахарком будто бы заглядывает она в оживившиеся маслины глазки Сократа Атама уже народушки из современного отметьте управляемого хаоса Прямо на глазок зарождается новый закомплексованный эрот Право тот же фиг но словно вялый и бритый без накладной нижней бороды соблазнителя Зевса да уже не смешной один экдотец старый как говорится с бородою за этим лебедином дельцем и застает острепенувшихся самцов глазастая и многосильная к Сан-Типу с неразлучной скалкой и семейным от печки разгона ехал грека через реку лету вдруг кто-то заширтал на нашей офисной летучке видит грека в реке лету сумнул грека в реку леденец конфекту ха-ха-ха-ха-ха как шаровая черная молния носился оригинальный афроамериканский колобок это как оказалось ко мне на время переметнулся сократовский демон вестник эки морис тебе в руки офигенный афинский продолжил он одного узника жертву на пейсах отпускают ко всем чертям а нынче нечет пилатить постом куличи и чесать в зале ожидания пасхальные яйца а благодатный огонь не воспламенишь пропусти мимо ушей последнюю электричку эдак зачел маляву и отлетел дабы высказать нечто дельное нынче вовсе глупцы и не обязательно прежде принять яду и чтобы воскреснуть вознестись не нужно заранее умирать думалось мне по возвращении домой ой как я и ожидал нашел дверь полуоткрытой и окропленной добрым знакам неприкосновенности чужой крови чужой чудилось что ангелы смерти еще совсем рядом и тут послышались в ночи далекие далекие что волчьи звывая прощайные гудки поезда ой мальтрея воскрес ой воистину воскрес ой фигня какая а вы все Бу-бу-бу Бу-бу-бу